Китайский производитель электромобилей мне уже показал свой новый седан ИТ-5. Теперь же компания готовится к запуску нового электрического универсала на базе этой модели ИТ-5 Турин. Он будет поставляться и в европейские страны, название будет изменено для Европы на не ИТ-5 Орион. Поставки модели в Европу должны начаться с Норвегии до конца года. Цена от 60 тысяч евро с батареей, от 48 тысяч евро без батареи с подпиской на аккумулятор на 75 киловатт-часов по цене 168 евро в месяц. Подписка на аккумуляторы дает доступ к сети станции замены батарей НИА. Компания планирует открыть около 70 станций замены батарей по всей Европе к концу года. Не ИТ-5 Турин укомплектован двухмоторной силовой установкой спереди на 204 и сзади 286 лошадиных сил, общая мощностью 490 лошадиных сил и 700 ньютон метрокрутящего момента. Базовая версия стандарт Рейндж имеет батарею на 75 киловатт-часов и может проехать более 550 километров по устаревшему циклу NEDC. Версия лонг Рейндж со 100 киловаттной батареей – это 700 километров пробега. А еще анонсирована модификация ультра-лонг Рейндж с аккумулятором нового поколения емкостью 150 киловатт-часов. ИТ-5 может проехать на одной зарядке более тысячи километров. На самом деле показатели будут меньше, но все равно универсал будет достойным соперником Тесла в Европе. Габаритами универсал НЕ ИТ-5 Турин полностью повторяет базовый автомобиль. Габариты автомобиля. Длина 4790, ширина 1960, высота 1499 миллиметров. Размер колесной базы 2888 миллиметров. Кроме того, китайский универсал способен буксировать прицеп массой до 1400 килограммов. Стандартное оснащение включает панорамную крышу, приборный дисплей диагональю 10,2 дюйма и 12,8 дюймовый экран медиасистемы. Над ним установлен анимированный покемон, исполняющий роль голосового помощника. Обивка сидений сделана с применением в торсырья. Дефлекторы системы вентиляции замаскированы. Кроме того, универсал оснащается автопилотом NAD третьего уровня автономности. В него входят комплекс Акила, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров, 2 GPS-приемника, передатчик V2X для связи с дорожной инфраструктурой, онлайн-система ADMS. Один фронтальный лидар, установленный над лобовым стеклом, и компьютер ADAM, который имеет 4 процессора NVIDIA Orion общей производительностью 1016 триллионов операций в секунду. Багажник вместительностью 450 литров, максимальный объем 1300 литров, со сложенным задним рядом, максимальная глубина багажника 1827 миллиметров. Высота 661 миллиметр. Имеет очень хорошие пространственные характеристики, как для электрокара. НИА – китайский производитель электромобилей, известный своими передовыми технологиями и инновационным дизайном. Одним из их самых интересных предложений является НИА ИТИ-5 – революционный электрический электрокар, сочетающий в себе элегантность, вместительность, производительность и экологичность. За пределами КНР компания пока представлена только в Норвегии, но в следующем году запланирован старт продаж в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании. А к 2025 году марка НИА будет представлена в 25 странах мира. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok